Всем привет друзья! Сегодня покажу установку программы X-Centry 2021, это последняя версия и это не урезанная версия, а именно официальная версия Daimler. Я сегодня подробно покажу установку, а также у меня на канале есть установки программы 2016, 18 и 2020, также на канале есть установка DTS Monaco, WIS, EPC, видимо через OpenPort, через Mini VCI, также все эти программы работают через OpenPort, все эти ссылки я оставлю в описании под видео. Для начала откроем панель управления, учетные записи пользователей, изменение параметры контроля учетной записи, ползунок опускаем сами вниз, нажимаем ОК, закрываем окно, откроем папку, которую вы скачали, откроем вот эту папку, Также давайте покажу что мы устанавливаем на Windows 10 64 бит и также покажу что на C диске свободно 133 гигабайта и в конце посмотрим сколько места нужно для установки X-Centry 2021. Правый клик на файл старт запуска от имени администратора запустить Здесь выбираем язык который нам нужен, вот здесь очень много языков, английский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, русский, французский, японский и так далее В нашем случае это русский, нажимаем ОК и установить Нажимаем Далее, выбираем Я клиент из США Канады Далее, принимаю, Далее, 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 установить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Нажимаем готов и перезагружаем компьютер Прямо для зажигания, запускаем драйвер для OpenPort Устанавливаем Выбираем наш OpenPort либо устройство которое у вас есть, ОК Закрываем это окно Но потом в следующем видео я вам покажу, как сделать, чтобы окно регистрации больше не появлялся Все у нас в X-Center работает Закрываем программу в X-Center Запускаем Mercedes-Benz и Mercedes-Benz Addons Center Если у вас при обновлении появляется вот такая ошибка, то решение проблемы в описании под видео. Я ссылку оставлю там Либо вот подсказка появляется на правом верхнем углу А у кого нет ошибки, просто продолжаем установить аддоны Установка аддоны занимает около 2-2,5 часа Нужно перезагрузить с компьютера, чтобы продолжались установки аддонов Перезагружаем компьютер и опять начинается установка и загрузка аддонов Ждем до завершения процесса Закрываем аддон в X-Center Смотрим место на диске C, свободно 57,4 ГБ, т.е. XCentry 2021 использовал 76 ГБ места на диске C Заново запускаем XCentry Diagnosis ОК Покажу, что даже после установки программы XCentry тоже возможно изменить язык программы Вот заходите сверху системные установки Общая установка языка И вот здесь можете изменить язык программы Например, давайте выбираем английский Применить, ОК Перезапускаем программу И у нас уже программа будет на английском языке Либо на язык, который вы уже выбрали Вот программа уже на английском языке Также давайте проверим HUS Это XCentry Update Service При онлайн кодировке это обязательно Вот видите, StarKey действителем Вот StarKey Valid И вот снизу тоже видите галочки Значит все у нас в порядке Так друзья, в конце Как обычно показываю Что программа работает Вот через OpenPort И с новыми автомобилями И со старыми автомобилями Запускаем XCentry После перезагрузки Запускаем программу XCentry Нажимаем ОК OpenPort Через Автомобиль Mercedes W212 E-Class 2014 Закрываем Выбираем автомобиль Е200 Седан Выбираем АКПП Вставляем галочку для зажигания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok